Йоу! Привет! Это Дава, и это у нас улица. Ночь. Три часа ночи. Я такой лежу и думаю, ёбаный в рот. У меня же появилась новая любовь. То, что я когда-то считал полнейшим дерьмом, недокальяном, кальяном для пидорасов. Оказалось, что сейчас это ебать как мощно. Нано Смоук. И сегодня мы поговорим о них. Просто посмотри, какие они стали сосочные. И вспомни, какими ты их видел когда-то давным-давно. А это, которые мне прислала компания Нано Смоук. Это Бокс Про. И об этих двух кальянах мы сегодня поговорим. Чё по бабкам? Чё по бабкам? Чё же по бабкам? Элин от 9 тысяч рублей. Возможно, даже от 8 с половиной тысяч рублей. Потому что на сайте Нано Смоука очень прикольные конструкторы. И типа, можно как-то там что-то сделать, попасть на какие-то акции и забрать его ещё дешевле, чем он, грубо говоря, стоит в розницу. Лишь потому, что есть какая-то скидка. Бокс Про. Здесь всё ещё гораздо слаще, всё гораздо интереснее от 6 тысяч рублей. Также, возможно, попасть на какие-то скидки, акции и так далее. Открываем. Но перед этим давайте всё-таки оценим, как стильненько и красивенько это всё преподносится. Дизайн реально сумасшедший этой коробочки. То есть, это та коробка, которую ты не хочешь выкидывать. И просто вспомните мои старые обзорчики, когда я говорил, что, сука, ты держишь за ручку и несёшь ёбаный кальян. И все вокруг должны видеть, что ты несёшь. Потому что многие производители делали вот так. А это охуенно. Ааа, как он ебануто отщёлкивается. Просто коробка. Стив Джобс, отдыхай. И тут, на самом деле, всё просто. Мы сразу достаём кальян. Кальян у нас, соответственно, в таком пакетике. Пакетик мы этот с удовольствием вскроем. И давайте смотреть на этот красивый кубик за 6,690, если точнее быть, на данный момент. Всё вот так вот сделано. Резиночка в комплекте. Это всё вот так вот крутится, вертится. Не знаю, правда, для чего. Но, скорее всего, просто так непродуманно. Далее мы его вот так вот открываем. Вот у нас вот такой кубик, который легко мыть. Кстати, коннектор, сука, магнитный. И это очень круто. Самая технологичная часть. Я тот человек, который любит всматриваться, доёбываться абсолютно до всего. И я нашёл важную вещь. Если ты вот сюда присмотришься, то ты увидишь, что на шахте есть радиатор для того, чтобы отводить тепло от твоей чашки, которую ты греешь на четырёх углях. Есть вот такой вот каплеотсекатель. Я поначалу думал, что это просто какая-то упаковка и хотел всё это снять и выкинуть. Но, благо, мне хватило ума додуматься, что это именно для этого и надо. Вот он пластик. И ещё вот эта вот резиночка с надписью технология. И вот этот самый радиатор. Выглядит всё очень круто. Очень шикарно. Система клапанов тоже сделана очень хитрым. Я, правда, не знаю, как всё это сделано и возможно ли это всё разобрать. Ну, типа там, короче, типа жабры. Что же идёт в коробочке? В коробочке идёт вот такой вот шикарненький софт-тач с коннектором, кстати, как у Альфа-Хуки. И вот так вот он красиво упакован. Многие мне сказали, типа, бля, да он же перегнутый и загнутый. Ребятки, это очень нежный софт-тач. Он очень тоненький и мягкий. Поэтому загибы ему не страшны. Мун-штучок упакован тоже очень круто. Красиво. Ты, бля, серьёзно, нахуй. Какой, сука, дождь, блядь. Вот так вот выглядит шланг. Это мой шланг от модели Элин. И всё это работает вот так. Пройдёмся по минусам. Здесь всё на самом деле очень просто. Из минусов, которые я лично нашёл для себя, всё очень просто. Это максимально лёгкая тяга. Второй минус. Немного неудобно его носить. Охота его взять вот за эту часть, за верхнюю и понести. Но его приходится нести за низ. И с водой, одной рукой, он тяжеловат. Поэтому приходится нести его двумя руками. Третий минус. Это для меня непонятная технология вращения. Почему, как, для чего. Почему нельзя сделать какой-то стопор, какие-то пазы, чтобы ты вот так поставил, и оно чётенько стоит. Продувочка. Давайте посмотрим продувочку. Красиво. Мне нравится. Подведём маленькие итоги. Про минусы я сказал. Соответственно, всё остальное это плюсы. Как его размер. То, что его легко мыть, и моя рука пролазит. Потому что здесь отверстие чуть-чуть шире, чем баночка Принглс. И я могу достать до конца. Цена 9000 и 6000 за вполне чёткие кальяны. Я считаю, тоже нормально. Ну и самое главное, это, сука, курица. Да, это курица. И если сравнивать те старые наносмоуки, когда я их ещё помню с какого-то задрыпанного хука батла где-то в центре Санкт-Петербурга году так в 18-м или 17-м. И там стояли вот эти наносмоуки, которые шли в комплекте с силиконовой чашкой. Это был отстой. То, что сейчас, это технологически круто. Поэтому вот такой вот обзорчик на кальяны наносмоук. Две модельки. Бокс ПРО и, конечно же, ЭЛИН. Ещё есть другие модельки. А есть ещё крутые чемоданчики. И куча всего-всего. Это вы можете посмотреть на крутом, интересном, очень красиво оформленном сайте. Наносмоук.ру Это был Дава Дым. Это улица. Вывеска Wave, которая наконец-то загорелась. Так что пока-пока.